Кто контролирует якость дикорослого урожая на наших рынках? Взорки белорусской эстрады супраць ветеранов футбола. Чим закончилась встреча у Осиповичах? Отказы на гэты – питание не только у нашем выпуску. Взорки белорусской эстрады супраць ветеранов футбола. Дорогие, за дождем в Бабруйске и Глузском районах 7-го жюня комбайны не вышли в поле. А в Быховском районе дождь комбайнам не перешкодил выйти в поле. По информации на ранее 8-го жюня тут убрали 27% сбоживых от плану. Что больше за областный покажек? Свою частку районной крови носит и сельгаз предприемства Володарский. Наши корреспонденты познайомилися с текавым экипажем батьки и сына, яке носит однольковое имя и прозвище. Родные знакомые давно прозвучалися. И только новички здауляются – батька Юрий Панцер и сын Юрий Панцер. Причим назвали его «угонор деда». Цяга доруховиковых машин передалась на шаткам. Самый молодший Юрий, как говорится, вырос на комбайне. И, как только отримал водительские документы, сел за руль. По качеству уборки, по всему можете доверить? Помогу. Он еще и делает комбайн. То есть вы хорошо понимаете в комбайнах? Ну да. С шести лет, когда папа первый комбайн получил все время с ним. Заработать деньги на учебу. В этом хлеборубчем году на быху шыня стал курабили на зимы. А леурайвы конками с радостью отзначают, что на двор я дозволила посеять и вырастить и добрые яровые. Убирать есть, что и у людей настроят рымать добрую уроджайность. Если влажность, то останавливаем уборку и продолжаем комбайны становим. Площа на быху шыне засеянные с божжевыми вяликие за 20 тысяч гектаров. Задача огульная для всех, завершись с него до 20-го жнюня. Парк у нас 72, два комбайна у нас, поэтому вполне достаточно, чтобы можно было убрать. Но нагрузка большеватая, больше 300 гектар на один комбайн. Ну, опытные комбайнеры, я думаю, мы в силах вполне убрать вовремя до 20-го числа. По прогнозу синоптика, в ближайшие дни на Могилёшчине знову сталюется спякотная надворья. А это значит, на пляжах знову будет шмат людей. По информации супрацудника Утварыства вырытывания на воде, у спякотной дни на пляже, например, Пятшерского озера, збираются до некольких тысяч человек. У Вугулі на Могилёшчине иснуе амаль паусотні офицейных мест у отпочинку, придатных для купання, а докладні – 47. А крымя гэтага, у області Дзейничае 9 вырытывальных станций и два десятки постов, які постоянно забеспечивают дяжурство вырытывальников на пляжах. До того ж, на власных водосховищах, а так само на территории оздоровленчих установ, господарите администрацию установы самі забеспечивают дяжурство вырытывальников. Тому спеціалісты рекомендують выбирать для отпочинку толькі офіційные місцы. Гэта да поможе знизіць рызаку нешчастных выпадков на воде. Дякуючі профілактичной работі і пастаянному дяжурству вырытывальних службів на офіційных пляжах, з 2015 года колькість смяротных выпадков на воде знизілася удвоя. А гэта важкі аргумент, каб зарабіць правильная висновы. Саправдная лето знову верніться на Могилёшину на гэтым тыдні. У Аблгідрометі кажуть, на дворі ў ближайші дні ў основным будзе вазначацца в область ў павышанага атмосфернага ціску. Так, перша декада жнюня завершыцца без апаткаў. Прогнозуецца воблачная с праяснэнями на дворі ў начы іраніцць і туман. Ветер паўднёва ўсходні і 4,9 метрів за секунду. Температура па ветра ў начы плюс 10, плюс 12 градусів, ў дзень – 24,26 градусів тепла. Так сама ё ў чатвір – сонячна і без апаткаў. У дзень будзе ясчэ цяплей. Слупок термометра пакажа плюс 24, плюс 29 градусів. А на пры канцы праціону гэтыдня стане пасаправднам ў спякотна. Аднак мэсцэмі на тэрыторію в області прагнозуецца прыход ў гэтай дні караткачасовых апаткаў. Махчымы на вальніцы. У начы чыкаецца да плюс 20, а вось ў дзень будзе навад да плюс 32 градусаў. У сезон збору нарыхтовкі ягаты і грыбог гандляры не губляю часу, бо зараз можна добра зарабіць. А вось за тым кап да спажывца дайшоў толькі якасны прадукт, пастоянна сочаць адпаведныя службы. І нагадуваў, што такі контроль махчымы толькі на офіційных рынках. Тэму працягнуць наши кореспандэнты. Ураджай шарніц ў гэтым годзі небагаты, а грыбог хапая кажуть гандляры центральна га рымка Могилёва. С товаром сюды праўежаўць з розных кутков ў областе. І за сезон тут реалізуць ў сярэднім да 10 тонн ягад грыбог. Вы откуда привезли ягоды грибы? Круглянский район, дзеревня Стаи. Вы проверяли свае ягоды грибы? Да, конечна, вот ў нас есть документ. Нельга гандляваць і без доведки пра флюорографію. Пакупник повинен ведаць, што няма рызыкі туберкулёзу. А ў лабораторы обовязково проверяць ўсю проведзеную на рынок продукцію. Наша лаборатория производит исследование дикорастущих грибов, ягод на содержание цезия 137-го. Ну вот мы проверяем, отбираем пробу, исследуем. Если результат у нас согласно допустимого уровня, то мы выдаём талончик, в котором мы указываем фактический результат, допустимый уровень. Что касается лично нас, то есть наших торговых объектов, то я могу гарантировать, у нас качественная продукция. Каліш пакашы кцезю у товары перавышая норму, на рынку продукт адразу утэлизуюць. Проверяць собраны лясны уроджай можно не толькі на рынку. Што дня ў зональным центры гигиены і эпидеміологі, а таксама пры лязгасах працюць своя лаборатория. Там же можна отрымаць і консультацію па карці збору ягод ті грыбов. Тым же, хто грыбуе ўсягульными патарбаваннямі, нагадаем пра адміністраційну адказнаць. Кодексам ўстановлены до пяти на физическое лицо, от пяти и выше на должностное лицо выйдёт. Сізон чарниц і лісішек завершаецца на падыходзі апенькі. Рынкі Могилёва готовы закупать ў насінніства любую дікарослую продукцію. Худка можна буде доведацца пра закупачные цены. Андрэй Шуляк, Алена Мелюшанкова, Миклай Соболёв, Новинирегіона. Гульня аматару і ветерану. Футбольне свято пройшло ў Осіповічах. С команды Осіповецького района сустрылася команда артистов беларускай эстрады «Арт Старс». На матчі побывав і наш корреспондент Ілля Соболёв. Яны співають, пішуть пісні, іграють ў театры і здымаецца ў кіно. З днём чыгуночніка повіншаваць Осіповічан приїхалі вядомае беларускі авыканауцы і актёры. Зробіць гэта артисты вырышалі незвычайным чынам. Замец звыклой сцены – футбольная поля. А ў опанентах артиста – ў сборная ветеранов Осіповецького футбола. Главное, що є енергія, є посыл, є желання. А тим більше в таких товаріческих матчахах це завжди приємно, тому що не важливо забив, головне поіграти в футбол, показати, що навіть в такому візрасте, я не имею в себе віду, а вообще рабочі, адміністрація, грають, дружат в футбол, і це замічає. Довно вже не дівал форму, і поэтому, конечно, немножко сказывать вже возраст, але все ж, почувствувати в цьому сферу, побыть в составі команд, почувствувати, повірте, це здорово. У вийгрыші засталіся усі, а у першу чаргу – болельшіки. У складі осі паучан вийшлі шарах футболістів той самай легендарной команды, яка і у конці 90-х трапіла у вишайшу лігу чемпіонату Беларусі. Ігроки «Артстарс» так само добре знайомі місцевій публіці. За артистів виступали відомі музиканти – Сергій Мінський, Дмитрий Смольський і інші. І зараз опять Дмитрий Смольський з вічом! Браво, Дима! Молодці, в общем, нескільки моментів таких опасних создали, в частності. Ну, як-то немножко посвіжіше, повеселію вигляді команда все-таки гостей. Ігра равна, що ці, що ці. Особенно нравится наша осиповська команда. Такі моменти хороші були. Я знаю з них, з команди Мінська, ніяких ігроків. Увінніку перемоглося броўство 1-1. Ілля Соболєв, Олександр Тарасов. Новини регіона. Усі новини про життя наші в області на сайті ТВР Могилёв. Байя. Я з вами развітуюся. Доброго вам настрою і до зустрічі. Доброго вам дня!